Недовольные люди взяли представителя управляющей компании в плотное кольцо. Звучат одни претензии. Люди переходят на крик. Огромные счета за горячую воду спровоцировали настоящий бунт. У меня за 9 кубических метров вышло 2600 рублей. 1600 рублей. Что очень дорого. У меня такое подозрение, что они как-то компенсируют это летом. Свои, не знаю, не убытки, просто хотят на нас заработать даже летом. Жильцы домов Корабельные 52, 54, 56 буквально атаковали свою управляющую компанию после того, как получили последние квитанции. Горячая вода стала стоить в 2, а то и в 3 раза дороже. Вместе с кипятком из крана, из кошельков людей утекают тысячи рублей. В каждом подъезде стоит теплообменник. На дома стоят теплообменники, которые нагревают воду и отправляют ее в дома. Но он также объясняет, что там идет теплозатрата. И говорит, что эти полотенца-сушилки стоят на циркуляции. В домах возмущенных людей действительно стоят индивидуальные тепловые пункты. Опыт для нашего города новый. Жильцы говорят, по факту получается, что подогрев воды сейчас сравним с оплатой отопления. Местное дом управления не отрицает. Горячая вода стала действительно дороже. На это у них есть объяснение. Для данного дома по характеристикам определен норматив 0,620 гигакалорий на обогрев 1 куб. метра воды. Из-за этого в отопительный период стоимость горячей воды отстанта неизменна. А в межотопительный сезон стоимость квартиры зависит от потребления холодной воды жителям. То есть летом дороже она будет? А, ну, летом она дороже. Почему нагрев воды стоит так дорого? Наверняка есть ошибка, уверены люди. Коммунальщики, в свою очередь, не уступают. Все согласно закону и нормативам. Управляющая компания нам дает информацию, сколько гигакалорий, сколько кубических метров ушло. Поэтому, согласно этим данным, мы уже делаем расчеты. Сама лично проконтролировала, проверила. То есть все расчеты правильные. Согласно всем данным, которые показывает именно общий домовой прибор учета. Представители управляющей компании обещали показать людям работу теплового пункта. И даже совместно снимать с него показания. Тем самым доказать, что все честно. Проблемы это все равно не решило. Свои претензии люди будут писать уже в прокуратуру. Вопрос находится на контроле исполкома города. Представители власти обещали детально разобраться в этой ситуации. Причем во всех домах, где установлены пункты нагрева горячей воды. Анастасия Шакирова, Марсель Джураев. Новости НТР. Новости НТР. Новости НТР. Новости НТР. Новости НТР. Продолжение следует...